Всем привет, это Супермаркет Карапузов, меня зовут Самир, и мы представляем вам топ-3 детских автокресла группы 0+,1, рассчитанных на детей от рождения и до 4 лет. Итак, для начала проведем небольшой ликбез, присущий всем нашим видео про автокресла. Когда у вас только родился ребенок, вы встаете перед выбором купить автокресло группы 0+, которое можно ставить и в машину, и на вашу коляску, но ездить в нем до 1 года, либо купить автокресло группы 0+,1, которое можно поставить только в машину, но ездить в нем до 4 лет. Нет, ну конечно, да, есть еще вариант не покупать автокресло, но мы его не рассматриваем, потому что наши подписчики и зрители покупают автокресло, если у них есть машина. И даже если нет машины, все равно посмотрели наше видео, думают, пускай будет, для безопасности. У обоих позиций есть свои преимущества, но если вы склоняетесь ко второму варианту, и при этом хотите выбрать лучшее автокресло с точки зрения безопасности и комфорта, это видео однозначно для вас. В нашей подборке не будет бюджетных автокресел, только премиум позиции, которые отвечают самым высоким стандартам безопасности и комфорта. А также в нашей подборке присутствуют только кресла, сертифицированные по европейскому протоколу безопасности iSize R129, который не допускает никаких маркетинговых уловок от производителей кресел и выступает гарантом того, что кресло является продуктом высочайшего качества. Все три кресла из нашего топа являются представителями немецких брендов. Это Cybex Serona, Britax Römer Dual Fix и Evova Sperber Fix. Германия получилась такой себе колыбелью детского автокреслостроения. И, кстати, есть еще одно топовое кресло Pecperrego Viaggio 360. Оно уже итальянского производства, вот затесалось между этих немцев. Обзор на него у нас уже есть, и посмотреть на него можно либо по ссылке сверху, либо в описании. Итак, что же объединяет все эти позиции? Как я сказал, эти кресла имеют сертификат iSize. По протоколу iSize кресло проходит краш-тесты не только на фронтальные, но и на боковые столкновения. Поэтому в этих креслах применяется только ударопрочный, эластичный пластик первичной обработки, способный выдержать критические нагрузки, не расколовшись при этом на куски. Чехлы этих автокресел исключительно огнеупорные, то есть они не воспламеняются, а тлеют при возникновении пожара. А еще в iSize строго регламентирован рост ребенка, при котором можно использовать автокресло. И именно согласно протоколу iSize до 15 месяцев вы должны возить ребенка против хода движения, а уже после поворачивать кресло по ходу движения. Но должен заметить, что все эти три кресла можно использовать против хода движения до роста 105 см, то есть до 4 лет. Мало кто из вас будет так делать, но имейте в виду, что такой способ наиболее безопасен. А в скандинавских странах по правилам дорожного движения запрещено возить ребенка до 4 лет по ходу движения, только против. Вот, казалось бы, викинги, а за своих детей переживают. Все три кресла с поворотным механизмом на 360 градусов. А это дает вам возможность повернуть на себя кресло во время посадки и высадки маленького пассажира, что значительно облегчает данную процедуру и экономит время и нервы вам и вашему ребенку. Да и вообще, если малыш в машине заплачет, мама, например, может повернуть кресло на себя, чтобы его успокоить или покормить, не вынимая при этом ребенка из кресла. Поверьте, эта функция будет вас очень вручать, особенно в длительных поездках. Но поворачивать кресло на себя можно только во время остановки автомобиля. И все три кресла стоят на базе Isofix с дополнительным упором в пол. А теперь перейдем к более подробному изучению наших позиций и начнем с модели Cybex Serona. Она разделена на три серии Z, Z, S. Серия Z это вариант для тех, кто пользовался автокреслом группы 0+, Cybex Cloud Z на базе Isofix. То есть Serona Z это отдельное кресло, которое вы можете поставить на эту же базу. Серия Z это такое же кресло, как и в серии Z, но уже соединенное с базой Isofix. Оно отличается от серии S дизайном корпуса и тем, что у нее текстиль из более премиального материала. А также им обтянут весь корпус автокресла. А также у Z более продвинутый вкладыш для новорожденного. Если у Z вкладыш представляет собой подушку в подголовнике и подушку, сглаживающую угол из пены, то у Z это полноценный вкладыш с уменьшителем подголовника и сиденья, внутри которого тоже пена. Причем в подголовнике это пена Memory, как и у S. Эти вкладыши используются от рождения и до того момента, пока ребенок не достигнет роста 60 см. Это где-то в 3 месяца. Затем они в обязательном порядке убираются. Вкладыш является гарантом того, что ребенок от рождения будет находиться в кресле в ортопедически правильном положении, а также обеспечивает малышу максимальный комфорт и безопасность. Но должен заметить, что в серии S вкладыш тоже обеспечивает комфортное и правильное положение малыша. Именно поэтому iSize разрешено использование этого кресла от рождения. Верхняя часть боковины и подголовник оснащены пенополистиролом, который поглощает до 20% энергии удара. А также подголовник по бокам оснащен пеной Memory, которая, естественно, добавляет комфорта ребенку. Такая мягкая подушка обеспечивает максимальный комфорт ребенка во время сна и, конечно же, безопасность. Ведь даже во время резкого поворота голова ребенка будет соприкасаться только с мягкой поверхностью, не говоря уже о боковом столкновении. Так, ребенок, идем на поворот. Подголовник регулируется в достаточно широком диапазоне, адаптируясь под растущего ребенка. В модели S для этого нужно потянуть на себя кнопку снизу подголовника, а в модели Z кнопка находится сверху, что немного удобнее. Но, конечно, часто вам это делать не придется. Для правильной установки подголовника между подголовником и плечом ребенка должно быть 2 см. Это ширина двух пальцев. Ремни безопасности с мягкими антискользящими накладками. Их можно ослаблять для посадки ребенка, нажав на кнопку в основании. И натянуть, потянув за ремень, для фиксации ребенка в автокресле. Обратите внимание, если у вас не получается поднять подголовник, то, скорее всего, вам нужно ослабить ремни. А еще у Сироны есть такая фишечка. Специальные карманчики, в которые можно засунуть ремни, чтобы было удобнее сажать ребенка в автокресло. А УЗИ это вообще магниты. Ну, так, чтобы вы понимали, что пользуетесь креслом подороже. Я вообще сначала не понял, куда засовывать, а потом оказалось, что это магнит. Хотелось бы отметить мягкость боковин и особую мягкость сиденья. Такое нечасто встретишь в автокреслах, особенно брендовых. Почему-то. В корпус автокресла встроена дополнительная боковая защита LSP System, которая может принять на себя значительную энергию бокового удара. LSP System открывается со стороны двери автомобиля нажатием на кнопку. Чтобы отрегулировать кресло по углу наклона, необходимо нажать на кнопку, спрятанную в кармане. Против хода у нас три положения, а по ходу два. Для того, чтобы поворачивать кресло, используется точно такая же кнопка, но кресло для этого должно находиться в строго вертикальном положении. Ну, мне кажется, что не очень удобно. Имейте в виду, что изначально вы не сможете поворачивать кресло по ходу движения. То есть оно будет крутиться только на 90 градусов. А по истечении 15 месяцев вам нужно будет снять блокиратор, который находится под текстилем, и кресло будет крутиться по кругу. В автомобиле кресло крепится изофиксами, причем выдвигаются они очень легко и довольно просто фиксируются на скобы. И довольно просто снимаются с фиксации. А это тоже можно отнести к преимуществам, ведь часто закрепить автокресло на изофиксы довольно проблематично. И, как я говорил, у всех кресел есть дополнительный упор в пол. При правильной установке появится зеленый индикатор. Текстиль снимается для стирки в деликатном режиме. Обратите внимание, у модели Z вся задняя часть в аэрационных отверстиях, так что кресло максимально вентилируемое, и ребенку будет в нем не так жарко. А еще сбоку есть отверстие, в которое вы можете вставить подстаканник, который вы можете приобрести отдельно. Весит кресло 14 килограмм, высота 64 сантиметра, ширина 44 сантиметра, и длина 71 сантиметр. По результатам независимых краш-тестов АДАК, модель Сирона получила высокую оценку ГУД, и Сирона Зи, и Сирона Эс полностью оправдывают свою цену, так что все 4 года вы будете абсолютно спокойны за малыша, и вместе с ним получать удовольствие от пользования автокреслом. А заказать его можно в нашем интернет-магазине Карапузов Комьей, также в наших супермаркетах, в Сумах и в Харькове. Следующая модель из нашей подборки это Britax Römer Dualfix. И здесь у нас тоже есть 3 серии. Dualfix M-iSize, Dualfix iSize, и также есть Dualfix iSense. Там похожий принцип с iBox, то есть если вы пользовались автокреслом BabySafe iSense с базой Isofix, то потом на эту же базу Isofix вы можете поставить Dualfix iSense. У Dualfix, конечно, больше серий, но мы, слава богу, рассматриваем только iSize. Так вот, у модели M-iSize и у модели iSize разница более очевидная. Дело в том, что у модели iSize есть вкладыш для новорожденного, а у модели M-iSize вкладыша нет. Соответственно, им можно начинать пользоваться только с момента, когда ребенок достиг роста 61 см. Это примерно 3 месяца. А вот тут, кстати, можно сделать ремарку. Дело в том, что у Dualfix есть также серия R, которая не сертифицирована по iSize. И в ней написано, что можно использовать кресло от 0, но все-таки там вкладыша нет, а значит его не рекомендуется использовать до 3 месяцев. Ну, а мы вернемся к Dualfix с сертификатом iSize. Здесь вкладыш для новорожденного очень особенный, потому что он не просто мягкий, он также со вставками из пенополистирола в боковинах и сзади. То есть, по сути, он защищает ребенка от боковых ударов и от ударов сзади. Ну, не переживайте, слой пены здесь тоже есть. Подголовник имеет более плоскую форму. И сверху, и снизу боковины оснащены пенополистироном, как и полностью весь подголовник. Но пены нет, пены нет. Потому что Britex Römer в первую очередь за безопасность. Там все строго. А потом уже за комфорт. Подголовник регулируется кнопкой сверху. Ремни безопасности с мягкими накладками. Изнутри антискользящие. Принцип работы тот же самый. Сидение здесь не такое мягкое, но из преимуществ можно отметить глубину сидения. Оно почти на 5 сантиметров глубже, чем у Сироны. А также явным преимуществом является более широкий диапазон угла наклона спинки в положении по ходу движения. Против хода движения здесь все примерно так же, как и у Сироны. А вот по ходу движения нижнее положение все-таки поближе к горизонтальному. И механизм вращения мне тоже здесь очень нравится. Достаточно нажать на кнопку сбоку, повернуть на себя, посадить ребенка и повернуть на место, не нажимая ничего опять. И кнопки с обоих сторон в удобном месте, кстати. И крутится на 360 в любом положении. В корпус автокресла интегрирована дополнительная боковая защита Sigt, которая представляет собой стальную трубку, способную выдержать высочайшие нагрузки от бокового удара. Изофиксы работают довольно неплохо, легко выезжают. Фиксируются и снимаются с фиксации, но в Сайбексе мне все-таки нравится больше. Текстиль автокресла также снимается для стирки. И, кстати, у Дуалфикса, как и у всех моделей Britax Romer, есть несколько серий расцветок. Есть самая обычная базовая серия, серия Marble, стилизованная под джинс, она перед вами, и есть серия Cool Flo из дышащей ткани. Весит автокресло 15 килограмм, высота 48 сантиметров, ширина 44 сантиметра и длина 74 сантиметра. По результатам независимых краш-тестов от DAC, модель Дуалфикс также имеет высокую оценку Good. Britax Romer – это авторитетнейший производитель детских автокресел, и модель Дуалфикс в очередной раз подтверждает высокий статус бренда. А заказать его можно в нашем интернет-магазине, Карапузовку, Мьюи, а также в наших супермаркетах в Сумах и в Харькове. И, наконец, мы оставили новинку на нашем рынке, так что можно сказать, что это премьера. Позвольте представить – Эвова Спербе Фикс. Айсайз. Конечно, это не такой именитый бренд, как два предыдущих, но должен вам сказать, что в Спербе все сделано на довольно высоком уровне. Все-таки это тоже немцы, и тоже Айсайз, и даже свои некоторые уникальные фишки здесь есть. Начнем с того, что Спербе – это довольно смешное название. Забавно. Начнем с того, что Спербе укомплектован нереально крутым вкладышем для новорожденного, в котором и подголовник, и боковины, и поддерживающая подушка сделаны из пены Memory. Причем состоит он из трех отдельных частей. Это подголовник и две пристегнутые друг к другу подушки. По задумке, до 60 см вы используете все три части, а от 60 см нижнюю подушку вы отстегиваете, и оставшиеся две части используете аж до роста 87 см, а это где-то 15 месяцев. И должен вам сказать, что такой чехол сделает пребывание ребенка в автокресле намного более комфортным, ведь в три месяца это все такая же, совсем еще маленькая кроха, для которой хочется намного больше мягкого пространства и более сглаженных углов. А также подголовник будет поддерживать голову малыша на уровне, так что ему будет видно, что творится за окном. А за окном прекрасный мир. И что, ты думаешь не будет видно? Так, подожди, 87 см? А, ну да. Ну почему, он все равно будет туда видеть. Ну что-то да будет видно. Но даже когда вы уберете вкладыш, Эвова не даст ребенку сидеть на твердой поверхности, потому что здесь и по бокам подголовника, и по центру есть толстый слой пены Memory, а также дополнительная вспененная подушка в спинке. Я думаю, вы и сами понимаете, насколько комфортно ребенок будет чувствовать себя во время сна. И не во время сна. Подголовник регулируется с помощью вот такой вот петельки. У Dualfix и Siron немного удобнее регулировка. А вот боковины в Sperber такие же глубокие, как у Dualfix. И сиденье по мягкости такое же. Ремни безопасности с антискользящими накладками. Для регулировки используется пластиковая кнопка. Подголовник и вся боковая часть тоже из пенополистирола. И также есть встроенная боковая защита iSype, которая по сути представляет собой еще одну дополнительную вставку из пенополистирола. А может это не iSype, а iSype? А и Вова на самом деле не Эвова, а Авова? Пойди разбери там это немецкое произношение. Желающих это прокомментировать, просим. Кнопка для регулировки угла наклона кресла находится снизу. Диапазон примерно такой же, как и у Siron. Чтобы повернуть кресло, необходимо нажать на кнопку по центру. И делается это тоже довольно удобно и легко. Изофиксы здесь не такие удобные, но ничего критичного. Чехол также снимается для стирки и вы можете заметить, что вся задняя часть корпуса тоже состоит из вентиляционных отверстий. Весит кресло всего 12,5 килограмм. Высота 64 сантиметра, ширина 44 сантиметра и длина 65 сантиметров. Эвова Спербер это очень интересная новинка, которая стоит немного дешевле своих флагманских конкурентов, но как по мне старается от них не отставать. Да, у Спербер Фикс еще нет независимых краш-тестов АДАК, но как мне кажется, у нее еще все впереди. Посмотрим. А заказать ее можно в нашем интернет-магазине Карапузов Кумьей, а также в наших супермаркетах в Сумах и в Харькове. И возможно еще в каких-нибудь супермаркетах в будущем. Это был наш топ лучших автокресел группы 0 плюс 1. У каждого из них есть свои отличительные особенности и преимущества. Могу сказать с уверенностью, что все три соответствуют высочайшим стандартам качества и заявленной цене. Так что решать вам, какое вам ближе по душе, ну или по карману. Ознакомиться со всеми вариантами расцветок и характеристиками можно на нашем сайте карапузов.комьей. Также можете посетить наши супермаркеты. Обязательно подписывайтесь на наш канал, чтобы получать новые полезные видео первыми. И обязательно подписывайтесь на наши соцсети в Инстаграм, там тоже много всего интересного происходит. И я вам желаю никогда не ошибаться с выбором. До скорых встреч, пока!